МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5 миллионов долларов США составит инвестиционный портфель по реализации двух крупных проектов в области. Ближе, еще ближе. Тоймарт открыл еще один супермаркет в Талткургане. За чистый воздух. Экологи вышли на большую дорогу. Успешное сотрудничество, реализация крупных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала стала приоритетной темой на прошедшем правительственном и селекторном совещании под руководством премьера министра Республики Казахстан Аскар Мамина. Повесткой дня также стали вопросы государственно-частного партнерства и институционального сотрудничества. Так идут переговоры с компанией из Великобритании United Green по строительству в Алматинской области молочно-товарной фермы на 10 тысяч голов скота. Стоимость проекта 185 миллионов долларов. Еще один проект строительства в нашей области мясоперерабатывающего комплекса компании Tyson Foods на сумму 400 миллионов долларов. Во время совещания премьер-министр Казахстана отметил продуктивную работу Акима Алматинской области, подчеркнув, что грамотное руководство Аманды Кабаталова помогает области активно реализовать проекты через СПК ЖТСУ. Следует сказать, в регионе вопросы привлечения инвестиций, инноваций и качественной реализации инвестиционных проектов приоритетны. Уже по правоохранению. Все реализованные проекты, как Фернадо, новые волны, новые проекты хорошие. Особенно по Кусто-Группе, по американской компании работаете. Я еще раз говорю, основное вот это вот. Мы именно привлечения инвестиций, новые крупные проекты. Устраняя барьеры, региональная палата предпринимателей Атамикен намерена всерьез заняться соблюдением прав инвалидов. Алматинский областный филиал НПП проведет масштабную расследовательную работу с бизнесменами о важности доступной среды на объектах предпринимательства. Данное мероприятие проводится в рамках меморандума, подписанного региональной палатой предпринимателей и департаментом комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматинской области. По соглашению, на площадке НПП систематически будут проводиться лекции и семинары. Кроме этого, инициативные группы будут раздавать информационные памятки и буклеты о необходимости создания доступной среды для маломобильных групп населения. На сегодняшний день в Алматинской области проживает порядка 70 тысяч людей с особыми потребностями. Из них свыше 9 тысяч – дети-инвалиды. Сейчас это не секрет, что когда мы смотрим, многие объекты коммерческие, они практически не выдерживают никакой критики. То есть добраться до аптеки, до кафе зачастую это невозможно. Поэтому департамент, он работает в части государственного контроля по доступной среде. Но мы хотели создать сейчас такое превентивное ознакомление, то есть в рамках превенции ознакомить предпринимателя о том, что существуют, какие у нас есть параметры по доступной среде. Крупнейшая торговая сеть Тоймарт открыла еще один супермаркет в Алдыкургане. По мнению менеджеров компании, место его дислокации удобно всем. Это по счету 35-й супермаркет крупнейшей торговой сети Тоймарт. Место его дислокации менеджеры выбирали тщательно, ближе к покупателям. Перед магазином есть большая парковочная зона для покупателей с авто и буквально в нескольких шагах остановка, от которой городской транспорт идет во всех направлениях. Долгожданные. Мы пять месяцев ждали этого магазина. Цены низкие. Я уже прошлась сначала. Руководителю этого супермаркета удача и пожелания, чтобы не поднимали цены до конца года. Это наша долгожданная радость. Как услышали, что магазин был открываться, вот дождались. Очень рада. То, что в центре, тут далеко не надо ходить, особенно нашего возраста. Для меня это лично рада. Пусть процветает. Очень красиво, очень приятно. Сейчас акция две недели, сказали, будет. Потом еще будет чисто, аккуратно. Все по местам. Чего еще нам надо? Это же хорошо, что вот это все продукты. Этот супермаркет в Талдыкургане второй. Сеть Тоймарт уже хорошо себя зарекомендовала не только на рынке области, но в ряде крупных городов Казахстана. Ее создавала компания «Сабаржан», которая начала свою деятельность в этой сфере в середине 90-х годов прошлого века. И сейчас «Сабаржан» и компания не собираются останавливаться на достигнутом. Главная их цель – максимально приблизить магазины к покупателям. Мы в пятом микрорайоне, вот здесь открыли для удобства. Здесь в середине пяти микрорайонов стоит. Очень удобно. Все автобусы тут останавливаются. Ассортимент очень большой. У нас 1200 наименований в магазине товаров. Поэтому вы в нашем магазине можете найти все, что пожелаете насчет продуктов. Девиз коллектива компании – больше не будет высоких цен. Именно на это он делает акцент. Весь товар напрямую от производителя. Такое сотрудничество позволит сохранить приемлемые цены для покупателей. Впервые за полвека на Талкурганских очистных сооружениях проводятся работы по гидроизоляции. Реализация проекта осуществляется в рамках инвестиционной программы. Наш корреспондент во время пресс-тура ознакомился с ходом реконструкции городских очистных и водозаборных сооружений. Специалисты ЖТСУ водоканала считают реконструкцию сетей, сооружений водопровода и водоотведения, замену изношенного оборудования приоритетными проектами инвестиционной программы. В текущем году сумма вложений по предприятию составляет порядка 54,5 миллионов тенге. Мы делаем сами наблюдения за сетями. Вот у нас сети канализации напорные по улице Сехимова. Мы практически каждую неделю там выполняли аварийные работы, потому что трубы пришли негодность. Труба в трубу заменили где-то 278 погонных метров диаметром 300. На водопроводных сетях поменяли много улица Акажаново-Еркино, 207 метров, да, по-моему, 207 метров улица Акажаново. Потом сейчас выполняют работы по улице Талибаева, где-то 103 метра там, по-моему, и улица Аблайхана, 1046 метров. Также в ходе реализации инвестиционной программы на городских очистных сооружениях Талдыкургана подходят к завершению работы по гидроизоляции аэротенков и стабилизаторов. Это вызвано производственной необходимостью в связи с разрушением бетонных конструкций. Стоит отметить, что с момента ввода в эксплуатацию очистных сооружений в 1978 году подобные работы проводятся впервые. Это специальный материал для обработки швов, для статичных швов. Потом покрывается еще сверху пенекритом, пенетроном, скрепом. То есть это специальный материал, который не пропускает воду из сооружений. Также сейчас готовится система разведения и подачи флакулянта в насосы и на иловые площадки для того, чтобы вода отслаивалась от осадка. И дренажировала уже чистая вода в дренажную систему. Надо сказать, общая площадь гидроизоляции очистных сооружений составляет порядка 2,5 квадратных километров. Специалисты уверены, что с введением системы разведения флакулянтов эффективность очистки источных вод увеличится в разы. А это избавит близстоящие жилые дома от неприятного запаха. А в главную водную артерию Толдыкургана реку Каратал из очистных сооружений будет попадать более очищенная вода. В целом капитальным ремонтом напорной сети канализации в этом году охвачено более 1300 метров. В свою очередь на двух водозаборных сооружениях города были заменены три глубинных насоса общей стоимостью 2 миллиона тенге. Производительность и мощность нового оборудования на многое переезжает предыдущее. На водозаборах у нас работает 46 человек, работники слесаря наши меняют эти, у нас свой автокран есть и меняем насосы сами. В рамках инвестиционной программы был заменен насос АЦВ-255 на 30 производительностью 255 кубов. Мы вынуждены были заменить этот насос тем, что он стал меньше качать воды, где-то кубов на 50. Реконструкция очистных сооружений и работы по введению новых технологий в систему водоотведения закончатся в октябре текущего года. Соответственно, повысится качество очистки источных вод и улучшится экологическая обстановка региона. Чем мы дышим? Выяснить, насколько вредны выбросы автомобилей для атмосферы, экологи совместно с инспекторами Дорожной полиции Алматинской области проявили рейд. Буквально за несколько часов выявлен ряд автомобилей, не соответствующих экологическим нормам. Каков уровень загрязненности воздуха от выхлопных газов в областном центре, выясняла Одина Смогулова. Дорожная полиция по автомобилям, по автотранспорту, то есть измерение дымности отработавших газов автотранспортных средств. То есть при выявлении превышения нормативов по автотранспортным средствам в дымности, в отработавших газах, передается в департамент полиции. И далее уже сотрудники департамента полиции накладывают административные штрафы либо предупреждения. Проверяют уровень токсичности выбросов при помощи специального оборудования – дымомера. Прибор располагают как можно ближе к выхлопной трубе автомобиля. Показатели затем сверяют с таблицей экологического стандарта «Евро-4». Закреплённым в ней нормам соответствует авто не старше 2013 года выпуска. На данный момент нами уже проверены 8 автомобилей. Выявлено одно нарушение. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Казахстан, на автовладельцев нарушителей налагается административная ответственность по статье 334 части 1. Вносится предупреждение либо штраф в размере 2 МРП, а точнее на сумму 5556 тенге. Таким образом, каждый восьмой грузовик имеет нарушение. По словам участников рейда, автомобили, не соответствующие стандарту «Евро-4», необходимо утилизировать. Но законодательно это ещё не закреплено. Потому максимум, что могут экологи – выносить владельцам вредных авто предупреждения или штрафы. Погоня за пьяным водителем состоялась в Павлодарской области. По словам начальника департамента полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался на большой скорости и на требования полиции остановиться лишь прибавил газу. Усилиями двух автомобильных патрулей водителя удалось задержать. Как выяснилось, он находился в нетрезвом состоянии и не имеет водительских прав. Автомобиль принадлежит отцу нарушителя. Материалы дела переданы в суд. Радиоактивные руины уже 10 лет не могут привести в порядок. Заброшенные урановые рудники не имеют даже ограждений. Местные жители привыкли обходить стороной зону отчуждения. Однако туристы и скот периодически забредают радиоактивные развалины. Акимат мотивирует свои бездействия тем, что земля не состоит у них на балансе. А также тем, что сейчас нет средств на решение проблемы. На республиканском уровне было поручено решить проблему к концу текущего года. Однако вряд ли эту задачу смогут решить на районном уровне в срок. Пока же в регионе один из самых высоких показателей по заболеваемости раком. В Нур-Султане жители так называемого «умного дома» недовольны качеством строительства. Об этом сообщает Хабар-24. Холодные зимой стены, плесень, нерабочая вентиляция и протекающая крыша – это не все проблемы, с которыми столкнулись жильцы. Сам застройщик не считает себя в чем-то виновным. Аким Есельского района «Берег Жакенов» заявил, что застройщик, по большому счету, сделал все в рамках разрешительных документов, которые были ему выданы. Дальнейшее благополучие жильцов «умного дома» остается под вопросом. Кто мечом, кто пером. Высокого звания можно удостоиться подвигами, трудом и мудрым словом. За весомый вклад в формирование культурных и исторических ценностей региона два известных житсуцких писателя удостоились звания почетных граждан Панфиловского и Аксуцкого районов. Однофамильцу русского писателя и драматурга Айтакыну Булгакову в этом году 60. За годы работы поэт, прозаик, импровизатор и ритер внес весомый вклад в развитие культурного наследия ЖТСУ, за что ему присвоено звание почетного гражданина Панфиловского района. Однако это не значит, что писатель почует на лаврах. Накануне юбилея в свет вышла новая его книга «Каусар», презентацию которой и приурочили к значимым событиям жизни писателя. Свой нынешний путь наш Айтакын Ага нашел в поэзии. Его стихотворение тесно связано с историческими свершениями казахского народа. Как ребенок познает мир с молоком матери, так же и ему удавалось передавать через свои произведения важность почтительности к традициям и обычаям предков. Такой смысл он вкладывал во все свои выступления во времена, когда участвовал на Айтысах. Этим он и запомнился обществу. Истинный патриот своего народа. И вот сегодня, когда Айтакын Ага празднует свое 60-летие, хочется отметить его значительный вклад и в мир поэзии. Представил вниманию общественности свое детище и Толюжан Гумаров. Сборник стихотворений Елен Шикуктем, что в переводе значит «50-я весна». Акын и композитор Гумаров со студенческих времен участвовал в республиканских Айтысах. За годы своей творческой деятельности успел издать собрание сочинений «Алгажа Сулан», «Урпак Уна» и «Сунбес Сауле». Дважды становился лауреатом республиканского конкурса композиторов Елен Менен. С творчеством Толюжана Гумарова я знаком давно. В своих произведениях он воспевает преданность отчизне, благородство и любовь. Оттого они и нашли отклик во многих сердцах. Об этом человеке я могу разглагольствовать достаточно долго, но за него уже многое говорит, вся его жизненная и творческая деятельность. Добавлю только одно. У Толюжана большое будущее. Я уверен, что нам предстоит прочесть еще множество его произведений. Писатели заверили, что сейчас они имеют большой объем материала для обработки. А это значит, что читатели смогут увидеть их новые труды. Одина Смагулова, Асет Бекпатыр, телеканал ЖТСУ. Из всех стран Евросоюза ситуация с коронавирусом во Франции после Испании выглядит наиболее угрожающе. Только за прошедшие сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев заражения. Растет количество пациентов, попадающих в реанимацию. Врачи ряда крупных больниц указывают, что если не принять срочных мер, страна может столкнуться со второй волной эпидемии. По этому поводу создан Совет обороны и безопасности Франции. Макрон уже предупредил, что предлагаемые меры будут жесткими. Однако и он, и премьер-министр Костекс, находящийся на самоизоляции, отказываются от полного карантина, который был введен в марте. Лагерь для беженцев и мигрантов моря на острове Лесбос полностью сгорел. Ранний огонь уже уничтожил большую часть комплекса. Сильный пожар вновь вспыхнул в лагере. Как было установлено, возгорание началось на трех участках одновременно, обратив в бегство последних обитателей комплекса. Всего без крова и пропитания остались почти 13 тысяч человек. 4 тысячи из них – дети и подростки. Греческие власти уверены, поджог устроили сами мигранты, недовольные карантинными мерами и условиями содержания в переполненном центре. На 90% обновился состав профессиональной баскетбольной команды СДЮС США. Приоритет отдали молодому поколению. Сменился и старший тренер. Им стал Эрнардо Уанаев. Теперь сборная Алматинской области под эгидой спортшколы по игровым видам спорта в новом сезоне сыграет со свежими силами. О всех новостях семереченских баскетболистов высшей лиги расскажет наш корреспондент Алексей Цой. В прошлом сезоне баскетбольная команда СДЮС США в высшей лиге заняла четвертое место. В этом году тренеры ставят перед собой и игроками задачу удачно отыграть плей-офф матча и войти в тройку сильнейших. Перспектива реальная. Пусть состав еще молодой, но игроки уже имеют большой опыт на площадке. В основном это спортсмены национальной лиги по молодежи, чемпионы страны среди юниоров. Из прошлого состава у нас остались два игрока только, а остальные игроки полностью обновились и омолодились. Тренировки проходят у нас сейчас в спорткомплексе «Жастар». Сделали отбор небольшой. На следующей неделе мы уезжаем на учебно-тренировочные сборы в город Текере. Там будем тренироваться около двух недель. И полностью к сезону мы подготовимся, отбывается хорошо. Команда у нас молодая. Будем стараться на активности брать их, бежать. То есть за счет физической подготовки, за счет бросков. Высоких игроков у нас очень мало. Акцент в основном за счет скорости будем играть. От защиты и в нападение. С этого года баскетболисты, представляющие область, базируются в городе Талдыкурган. Сейчас активно проходят тренировки в спорткомплексе «Жастар». Теперь выгодное геоположение позволит проводить учебно-тренировочные сборы на многочисленных спортивных базах и площадках. Тренировки, в принципе, идут хорошо. Сейчас идет подготовка к сезону. То есть отборы, то есть УТС, сборы. Набираем физическую форму. Отдыхали почти полгода из-за пандемии. Не тренировали, сидели дома. Восстанавливаем физическую форму. В целом, новая команда. Из старых только два игрока осталось. Ставим цели высокие. Отмечу. Предварительно 29-й чемпионат Республики Казахстан среди мужских команд состоится после 20 октября. Но проведение первенства страны еще должно утвердить Министерство физической культуры и спорта. Алексей Цойся, Дюсенбек, телеканал ЖТСУ. Такими событиями был насыщенный уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова